Как вы уже видите, Шемкенский бессмертный полк готов. Акция пройдет в более 15 городах Казахстана, России и даже за рубежом. Акция пройдет в более 15 городах Казахстана, России и даже за рубежом. А зачем? Чтобы посвятить этот день войне, чтобы просвятить своих прадедушек, прабабушек, чтобы все о них знали. У меня отец очень мечтал 50 лет провести, потому что он как бы был ответственный в этом деле, но вот не успел. Поэтому в память об этом я на 70 лет решили прийти сюда. Это такой день, который никогда не забудется, потому что благодаря им мы вот, собственно говоря, здесь все сидим. Собрались мы здесь и дети наши, и внуки, и правнуки уже. И этот день не должен забываться никогда. Люди не должны об этом забывать. Весной дедушка пришел, газету положил на стол и горестно сказал, войне конец. Спросили мы, а где отец? Заплакала вдруг громко мама, и бабушка чуть меньше стала. А мы стоим с сестрой и плачем, и поймем, что это значит. О похоронке мы не знали, и каждый раз отца встречали. Завидев, издали солдата, бросали кукол с криком папа. Потом ходили на перрон, длиня с надеждой в вагон, все ждали там до темноты отца знакомые черты. Это праздник сыною на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы! День Победы! День Победы! Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы, прошагали пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы! Порохом пропад! Это праздник с седеною на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы! День Победы! День Победы! День Победы! Чин! Текстов! Караул! Гра! Бли! Ток! Бли! Ток! 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 Ждали мы этого дня. Ждали. И очень были рады, что дождались. Надежды оправдались вашей победой? Оправдались. Полностью оправдались. Я попал в эти войска НГВД, Ленинград. И после войны война кончилась, а я еще до 51-го года воевал в Западной Украине с Бандеревцами. Он полностью участвовал во взятии Берлина. И 2-го мая расписывался на рейс-стаге, что здесь был Воронкин и Чемкен. День победы!